Всем большой привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Как вы уже поняли, по названию это видео будет о пустых баночках. Я собирала для вас больше месяца, и вот я собирала целый пакет. Обязательно дайте мне понять, нравится ли вам подобные видео, смотрите, напишите это в комментариях, либо просто поставьте лайк под видео. Но так как я очень люблю смотреть подобные видео, решила тоже заснять такое же. И прежде чем мы начнем, конечно же, не забудьте подписаться на мой канал, нажать на колокольчик и поставить пальчик вверх. Ну что, подписались? Поехали! Итак, первое, что мне попадается под руку, это крем для тела от Everline Extra Soft. Мне этот крем очень понравился, так как у меня сухая кожа, я очень часто пользуюсь кремами, а этот крем идет именно для сухой и очень сухой кожи, и даже в летнее время я им пользовалась. Кожа после этого крема очень мягкая, приятная, мне он понравился, плюс это еще очень бюджетный крем, стоит он недорого. И раз уж мы начали с кремов для тела, я достану еще один крем фирмы My Body, надеюсь, я правильно почитала, интенсивное увлажнение. Это крем масла, очень приятный аромат, персиковый, но этот крем уже более жирный и еще больше увлажняет кожу, но остается немножко на теле, не совсем впитывается, поэтому им я больше пользовалась, наверное, весной, летом им не очень комфортно пользоваться. В нем мне больше всего понравилась текстура, она такая прям масляная, особенно в зимнее время, очень хорошо для моей сухой кожи, и очень приятный аромат. И еще сейчас я достану, у меня еще был один крем, вот он, Organic фирмы, это питательный крем для тела, органическое золотое масло ЖЖБА и марокканское органовое масло. На видео не очень видно было, но на самом деле он с такими мелкими блесточками и отблескивает на теле, очень красиво и очень-очень классно этот пахнет. Я даже не могу объяснить этот аромат, как очень похоже на духи. Классный крем, я им пользовалась и весной, и вот немножко в начале лета, очень хороший, не оставляет ни пленки на теле, то есть очень легкий, впитывается, и в то же время очень питательный, и классный, и аромат просто супер от него, все тело пахнет, поэтому и такой крем я куплю 100% себе. Также еще вот на летний период я пользуюсь кремом от DAF, тоже для сухой кожи, увлажнения здесь 4 написано, это ласчем для тела, объятие нежности, масло ши и пряная ваниль, прям пахнет прям ванилькой, какой-то вкусной булочкой. Он не такой питательный, как все остальные крема, которые я показывала, но в летнее время как раз это очень классно, точнее это не крем, это лосьон, да, он должен быть по текстуре не такой плотный, но на летнее время это прям супер и пахнет очень вкусно ванилькой. Дальше давайте сразу выложу большой пузырек, это чистящее средство для кухни от жира, это я его уже показывала как-то в своем видео, мы отмывали нашу новую кухню и ничего так не взяло этот жир старый, 100 летней давности, как вот это средство, мы уже купили себе еще одно, очень классно. Если что-то ищете от сильного загрязнения на кухне, чтобы помыть вытяжку, гриле, либо печку сильно зажаренную, обязательно если увидите, покупайте это средство, оно реально крутое. Дальше мне в руки попадается гель для душа от Палмолив, клубничный смузи, он очень классно пахнет, аромат клубники очень нежный, еще такой же у меня был с ежевикой, тоже очень классный аромат, вообще Палмолив очень вкусный, очень вкусно пахнет эти гели для душа, запах остается на теле после душа, потому что от некоторых гелей для душа, когда вытрешься, уже в общем никакого аромата и нету, а этот держится, и он реально очень классный. Дальше мне попадается под руки термокрем-концентрат, это фирма Майбоди, тоже это антицеллюлитный крем, у меня целый пузырек, здесь 250 мл, пользовалась им буквально два раза, он идет противоцеллюлитный, модулию контуры тила, состав у него очень хороший, написано здесь все очень хорошо, как легко и быстро исправиться от целлюлита, в его состав входит лицерин, витамин Е, экстракт гуараны, кофеин натуральный и экстракт перча. Так вот, из-за этого перца печет просто нереально, я когда первый раз им намазалась, я не могла отмыть свои руки, у меня пекли руки, я уже потом покупалась, и все равно у меня целый день, если я или на солнце выходила, нагревалась тело, так пекло ужасно, но я думала, может быть, я что-то не так сделала, я второй раз уже в перчатках все это делала, но мне прям попадал в нос этот перец, я кашляла, я не знаю, может быть, это я так реагирую, но в общем, я его два раза попользовалась, и он у меня все лето простоял, в общем, я его буду выбрасывать, я думаю. Дальше хотела бы рассказать, я как-то снимала видео, что я себе покупала корейскую косметику первый раз, у меня очень чувствительная кожа, сухая, и у меня очень часто бывает аллергия на разные крема, типа Гарниер, вот более бюджетные такие совсем, но решила я попробовать корейскую косметику, очень многие ее нахваливают, вот первый это тоник, вот я использовала вообще немножко, здесь было указано, что он также для сухой кожи, что здесь 92% алоэ вера в составе, и консультант, который продавал, сказала мне, что аллергии на него, по идее, быть не должно, пахнет он, конечно, хорошо, свежестью, но для меня слишком рисковатый аромат, и у меня через пару дней, когда я всем этим пользовалась, сразу посыпала лицо, все чесалось, было красное, в общем, не знаю, я, возможно, отдам знакомым своим, потому что использовала совсем чуть-чуть, и также срок годности хороший, в общем, может быть, кому-то он подойдет, но мне он не подошел, к сожалению, так же точно, как и крем, я взяла вот такой вот большой, не знаю, может быть, надо было взять поменьше, сейчас я вам покажу поближе, как он выглядит, запах у него тоже такой, ну, мне не очень нравится, если еще в тоналке приятный свежий запах, то здесь вот прям отдает кремом, вот крем, как когда-то там давно у бабушки для рук был, знаете, такой немножко, как вот старый крем, не знаю, но мне он тоже не подошел, я и пыталась пользоваться, я когда пролечилась, я пыталась пользоваться отдельно кремом, не пользовалась тоником, чисто кремом, но у меня тоже пошла потом сразу, через пару дней, опять заново все высыпала, все было красное, поэтому тоже буду предлагать кому-то, из своих знакомых, подруг, может быть, заберут, но мне вообще не подошло, также мне не подошел, это не крем, а гель увлажняющий от Лореаль, он идет соком алоэ, также для сухой и чувствительной кожи, но мне он тоже не подошел, но вот у него запах очень такой приятный, нерезкий, но тоже у меня я вот немножко попользовалась, и тоже буду предлагать кому-то, так как тоже у меня на него была аллергия, дальше это тоник, я не знаю, когда я научусь уже не покупать все подряд в магазинах, все, что мне советуют, все, что дешевое, все мне это не подходит, но в общем, я надеюсь, что это уже последний опыт, когда я все это уже всем раздам, повыбрасываю, и перестану тратить просто так деньги, это марка Зеленая аптека, мицеллярный тоник, молодость кожи с витаминным комплексом, для всех типов кожи, в том числе и дочувствительный, состав здесь тоже вроде как очень хороший, содержит 100% сока алоэ, коллаген, минералы, масла, камелий и миндаля, но у меня тоже сразу на него пошла аллергия, этот у меня пузырек, наверное, стоит уже месяца 3-4, запах у него, кстати, очень даже приятный, очень хорошо пахнет, так нежно, но, опять же, мне не подошло, также у меня закончилась пенка для лица от Ниве, эта воздушная пенка снимает макияж нежно, но эффективно для умывания, с водой не сушит, у меня это уже, наверное, третий пузырек, мне нравится им умываться с утра, делать массаж себе, у меня после него и стянутость кожи, хотя я умываюсь, потом водой очень хорошо, смывает макияж хорошо, но у меня идет стянутость кожи, поэтому, наверное, больше я его покупать не буду, и так уже началось до макияжа, сейчас вам покажу, вот он от Виши, я покупала миниатюрку, там был крем для лица, мицеллярная вода, еще что-то, в общем, сейчас все вам покажу, так вот, эта мицеллярная вода, очень мне подошла, очень мне понравилась, хорошо смывает макияж, она вообще практически не пахнет, очень-очень нежный, цветочный аромат, и вот после нее, если я умывалась водой, я даже могу на ночь, там, несколько раз в неделю, не намазаться кремом, и стянутости кожи вообще нету, очень классный, я себе, наверное, такой куплю, только большой, и аллергия у меня на Виши, нету косметики, и кожа не стягивает, в общем, мне прям очень понравилось, также в миниатюрке от Виши, у меня был гель бюстер, я надеюсь, правильно называю, он идет для усиления упругости, не знаю, я какого-то супер эффекта, от него не заметила, да, когда под крем его наносишь, может быть, дополнительное какое-то увлажнение, но и без него, как бы, все так же точно, в общем, не знаю, я не заметила супер какой-то вау эффект, наносила под крем, но, в общем, не знаю, может быть, я мало пользовалась, может, нужно больше попользоваться, более всего, такой же в большом объеме, я себе покупать не буду, но я никакого эффекта не увидела, ну, а так у меня аллергии, слава богу, на него не было, запаха нету никакого, он такой, как гель, впитывается очень быстро, ну, и последний из этой миниатюрки, это крем глубокое увлажнение, но он больше как крем-гель, я бы сказала, очень легкий, мне подошел, у меня аллергии не было, но, опять же, это для лета мне, так как у меня очень сухая кожа, в летнее время еще хватает увлажнения, но, опять же, надо, этим я пользовалась утром, а вечером я уже более жирным кремом пользовалась, на лето, в следующем году, может быть, я такой же и куплю, но вот, на осень и зиму, мне нужно что-то более питательное, но это такой легкий, увлажняющий, если вот, дальше, еще у меня лежит уже полгода, хочу выбросить, я как раз решила показать, это крем от Микса, я купила его, так как было очень много комментариев, в интернете, то, что он бюджетный, что-то около 100 гривен, он стоил, или чуть больше, и все писали, как он классно увлажняет, и питает, но, естественно, он мне не подошел, хотя здесь написано, что это для чувствительной и нормальной кожи, интенсивное омоложение, в общем, я им опять немножко попользовалась, и все, дальше у меня идет помада, которая закончилась, я ей пользовалась, наверное, месяца 4, и, в общем, тон номер 4, сейчас я вам покажу поближе на камере, мне очень понравилась, эта матовая помада, но она не сушит губы, и очень приятный цвет, в общем, куплю себе, наверное, еще, дальше у меня закончилась, от Maybelline блеск для губ, в номере 630, очень приятный нежный аромат, и цвет такой, естественный, то есть практически на губах не видно, просто губы увлажненные, и немного блестят, в общем, тоже закончился, и я бы себе купила еще, я когда заказывала корейскую косметику, и заказала себе там же Carmex, это бальзам лечебный для губ, он очень классный, очень много отзывов хороших, это действительно так, пахнет он немножко ментолом, и на губах, когда первый раз я намазала, прям такая свежесть ментола, но она через несколько минут проходит, но он реально классный, он идет для потресканных сухих губ, себе куплю еще ее, и я думаю, особенно в зимний период, будет очень классно, я даже Давиду своему иногда мажу губы, когда перед улицей, потому что у него тоже очень сильно они сохнут, в общем, если ищете классный и недорогой бальзам для губ, очень советую, дальше мне попадается еще крем, вот под глаза, от Биодерма, я тоже им пользовалась месяца 4 назад, вообще эффекта никакого не увидела, он также идет для сухой кожи, увлажнения, но аллергию у меня не было, и особого результата я никакого не увидела, поэтому думаю, больше этой фирмы пользоваться не буду, у меня и был и крем для лица от Биодерма, и тоже я результата вообще не увидела, никакого увлажнения, ничего подобного. У меня закончилась моя любимая тушь от L'Oreal, я на самом деле этой тушью пользуюсь уже, не знаю, лет 7, наверное, и сколько бы я разных не пробовала, не покупала разных фирм, ничто мне так не нравится, как именно эта фиолетовая тушь от L'Oreal, она идет вообще для объема, и она идет экстра черная, я также и другие пробовала экстра черные, но это самое лучшее, подходит для моих ресниц, у меня очень короткие ресницы, и их не так много, мне очень нравится, что она разделяет ресницы, не склеивает, очень легко и быстро наносится, хоть даже и только что купленная, и подсушенная, очень хорошая, я себе купила уже такую же, и буду покупать дальше, это самая классная тушь для коротких и невидимых ресниц, также у меня закончился от L'Oreal экспресс кондиционер, он двухфазный, мне он очень нравится, здесь идет для ослабленных волос, склонных к выпадению, укрепляет волосы, легко расчесывает, и идет как термозащита, запах у него очень приятный, но достаточно быстро, мне кажется, я как-то его использовала, может быть я много пшикала, и в принципе, я вот недавно подстригалась, у меня даже не было секущихся кончиков, очень хорошее средство, пахнет хорошо, волосы после него мягкие, и плюс термозащита, это очень важно, вот и все мои пустые баночки, надеюсь вам это видео было полезно, я рассказала свое мнение, свой опыт, что нравилось лично мне, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца, не забывайте писать свои комментарии, мы увидимся с вами уже совсем скоро, в следующих видео, всех целую, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok